Здравствуйте, товарищи! Сегодня пятница. Сегодня, как обычно, каждую пятницу был депутатский прием. Принимал депутат Зайцев, то есть я руководитель информационного отдела местного отделения КПРФ Николаевского района с 15 до 17 каждую пятницу. И сегодня после приема, как обычно, зачитываем доклад. Доклад касается политического деятеля. Хотелось сегодня познакомить вас с результатами аналитической работы нашего информационного отдела. В прошлом году товарищи из Хабаровского краевого отделения послали мне результаты своей работы. Мы ознакомились с товарищами и решили сделать дополнение к аналитике по такому деятелю, как Платошкин... Как его? Николай Николаевич. Николая Николаевича. Никола для Николы. Ну да. Как это? У каждого бренда своя легенда. Но бренд и легенду гражданина Платошкина мы, конечно же, знаем не полностью. И многие, кто кричит там за ДНР, за ДНР, там не знаю что в голове. У кого-то в голове просто какая-то местность, а у кого-то в голове непонятно что. Ну каждый думает, что это партия. Ну и поэтому мы делаем небольшое дополнение, потому что у товарищей наших по информационной работе я в аналитике этого не нашел. Поэтому будет некорректно выставлять сейчас в открытый доступ работу наших товарищей, потому что все-таки краевой отдел это краевой отдел. Но здесь мы секретов никаких ни от кого не имеем. И что мы хотим сказать, то мы в общем-то и скажем. Итак, аналитическая записка на тему дополнения к докладу «Состояние, идеологии, движение за новый социализм» с 15 апреля по 15 мая 2020 года в актуализации на август 2022 года и январь 2024 года. Подготовил руководитель информационного отдела. Итак, ознакомившись с докладом товарища Воробьева, полученным путем исследования видео на YouTube-канале Платошкина, загруженной с 15 апреля по 15 мая 2020, хочется сделать дополнение на основе беглого избирательного контента с 15 апреля по 15 мая 2022 года. И посмотреть это в сегодняшних реалиях, как оно все происходит. С актуализацией также, вот я сказал, на январь 2023 года. В дальнейшем мы будем использовать Платошкин Николай Николаевич, не Никола, да, для Николы, как я очень говорю, просто ПНН. Так будет лучше, я думаю, и быстрее, и понятнее. Итак, ПНН продолжает активно тиражировать свои изображения, щедро комментирует военные события на Украине, при этом сохраняя свой принцип и нашим, и вашим. Вот, например, цитата. Главная задача сберегать жизни, причем, я еще раз говорю, и те же, потому что если люди обмануты там, это не значит, что они перестали быть нашими братьями. Николай Платошкин на Красном Радио, 285 302 просмотра, прямой эфир состоялся 10 мая 2022 года, телеграмм Николая Платошкина, ссылка из привязкой ко времени. При этом, заявляя по умолчанию себя этаким военным экспертом, ПНН, перескакивая с темы на тему, заметьте, нагнетает историю вокруг событий на Украине, утверждая, что надо ускориться, и пока американцы не подвезли для боевиков тяжелую артиллерию, выдавая какие-то придуманные им лично факты за действительность. Я не знаю, как его не арестовали. ПНН создает эмуляцию общественной деятельности, например, в виде Олейский сад. Общежития военного городка в городе Олейск, Алтайского края, утопают в фекаре. Народный депутат Глазкова в рубцовке. Люди встречи проблемы. Мы пишем об эмуляции работы, потому что в большинстве случаев озвученные проблемы ни ПНН, ни его ДЗНС решить в принципе не могут. Но вполне могут снискать себе народную любовь, в кавычках, так как озвучивая те или иные проблемы, ПНН не скупится на резкие высказывания в сторону правительства и действующих на местах управленцев. Подобного рода деятельность можно охарактеризовать как за все хорошее против всего плохого. Любимый принцип, любимая направленность Алексея Навального и его ФБК, попавшие в список иностранных агентов. ПНН активно работает с народным депутатом Глазковой Анжеликой Егоровной, которая является депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Восьмого Созыва, членом Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, членом ДЗНС и согласно открытой информации по совместительству женой ПНН. Иного не надо нам. Несмотря на то, что 19 мая 2021 года ПНН освобожден из-под домашнего ареста, на многих видео по-прежнему, даже сейчас актуализируясь, на 2024 году, пишут. Уважаемые друзья, вот вчера читал, 4 июня, сегодня, 2024 год, 20-го года, пишут, под надуманными обвинениями был задержан ПНН Платошкин. По ходатайству следователей, басманный суд города Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом заниматься любой публичной деятельностью, в том числе деятельностью политического характера. Власть пытается вывести из игры одного из самых ярких политиков левого толка новейшей истории России. Четвертый год, это тема толку народного героя еще одного. Кроме этого, практически в каждом видео ПНН никогда не забывает протягивать руку за пожертвованиями. Устава организации, внимание, с момента образования, 29 января 2019 года, так и не представлена широкой публике. Скорее всего его и нет. Но есть краткая программа движения, официальный сайт ДЗНС, ссылочка есть, состоящая из 20 пунктов и представляющая себе общую, не обусловленную риторику. Тем не менее, ярко подчеркивает и вашим, и нашим пункт 20-й из этой программы, внимание, изменение государственной символики России. Красный флаг с серпом и молотом и пятиконечной звездой в левом верхнем углу, в скобках знамя Победы. Дальше. Двуглавый орел без монархических символов, в скобках корона, держава и скипетра. И следующее. Гимн СССР. Данный пункт лишен исторической конкретики, в меру исторического применения Геральдики, как становления национальных государств. Что представляет из себя на данный момент аннигилирующее противоречие в двух смыслах. Как-то новый социализм Керенского разлива и популистской демагогии времен так называемого Брежневского застоя. Еле выговорил, долго старались привести достаточный образ для понимания. К примеру, каждый символ Геральдики, как то держава, скипетр, корона, в мировом праве имеют соответствующую исторически значимую неотъемлемость. Предметнее сказать, орел без короны – это государство без права на власть. Орел без державы – без права границ. Орел без скипетра – это без права законодательной власти. Таким образом, перемешав византийскую символику с Красным Знаменем Победы, ПНМ предлагает своим последователям банальный разжиж мозгов. И вновь возникает вопрос – кто проплачивает движуху ДЗНС? Кроме этого, ни в одном пункте не ставится вопрос о национализации Центробанка. А между тем, вполне очевидно, что заявленная в первом пункте реальная национализация природных ресурсов, железнодорожного транспорта и энергосбережения невозможна без национализации Центробанка. На сайте «Кубань за новый социализм» – ссылочка тоже прилагается, будет опубликована на ресурсе – в сокращенной форме представлен устав Краснодарского регионального общественного движения «Кубань за новый социализм». И там же написано «Обращаем ваше внимание, что данный устав будет действовать до момента принятия устава Всероссийского общественного движения «За новый социализм». Это вообще в голове не помещается. Кто-нибудь понимает, что вообще? Вот он, устав Кубанского разлива, вот так бы я назвал. Каждому свой юр. Защитные механизмы соблюдены. Если что-то пойдет не так, как планирует ПНН, всегда можно отыграть назад или в противоположную сторону. При том, что некоторые пункты программы ДЗНС совпадают с программой КПРФ, в силу их очевидности для реализации задач формирования социально-справедливого общества, ПНН тяготеет, тем не менее, к движению крикливых граждан СССР, более известных как экстремисты СССР 2.0. Здесь не обсуждается. Плохо, хорошо. Здесь констатируется факт. Не умеешь работать, попал под экстремизм. Работать в ПНН, несомненно, надо. Ведь нам не нужны политические враги такого медийно раскрученного масштаба. Но необходимо постоянно отдавать отчет в том, что ПНН всегда готов переметнуться туда, где ему выгоднее. А не имея утвержденного устава, у ПНН нет соответственной четкой политической линии и ограничений. К тому же нельзя не учитывать, что ПНН, как бывший дипломат, находясь в состоянии «профессиональной деформации», в кавычках, великолепно может представлять интересы третьей стороны, выдавая их за свои собственные. Конец записки и дополнения к докладу «Состояние идеологии движения за новый социализм» 2022-го в актуализации на 2023-й год. Не те листы показал, отбыл устав Краснодарского регионального на двух листиках. Вот это все. Здорово. Подержи маленечко, сейчас я покажу. Уставчик там тот, надо будет, прочитаю. Сейчас еще один. Это опять не скажешь, пальцы, пальцы вот так вот выставляешь. Листочек покажи вот этот второй, второй, да. Чтобы я его снял, там люди посмотрят. Все, пожалуйста. Ну мы приможем. Подожди, подожди, еще, еще, еще. А ты скажешь, что мы тут это не будем. Достаточно, спасибо. И пользуясь случаем, также хотелось сказать, что значит наш орган КПРФ продолжает работать. Значит представлена линейка очень интересных изданий. В своем роде уникальных, даже я бы сказал, вещей. Вот «Сражаясь за русский мир» очень актуальная вещь. Геннадий Андреевич Зюганов находит время, чтобы заниматься написанием таких вот вещей, интересных статей. А он, кстати, замечательно пишет. Материалы дальше вот 6-го майского совместного пленума ЦК и ЦК РК КПРФ. Пожалуйста, вот. Замечательная вещь. О задачах КПРФ по борьбе с фашизмом и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Очень-очень важная тема, очень актуальная, я считаю. Ну и, конечно же, конечно же, совет «Свет Великого Октября» зовет нас в будущее. Это вообще я очень прям рекомендую посмотреть. Все написано кратко, понятно, очень лаконично. Видите, небольшая книжечка, но объем информации, в общем-то, впечатляет. Ну и, соответственно, конечно же, наш вестник без этого никак. Отчеты работы, о работе, статьях. И также я бы хотел сказать, что вся информация наша размещается на канале Телеграм Коммунисты Николаевска. Называется, значит, местное отделение КПРФ Николаевского района. Все официально и понятно. Приходите на канал, ссылочка будет в первом комментарии и в описании этого видео. Проходите на канал, подписывайтесь на канал. И среди подписчиков, конечно же, будут раздаваться призы. Это вот такие памятные подарки, которые включают все вот эти вот книги. Также мы индивидуально можем с каждым человеком отдельно провести интересную, значит, беседу. Ох ты! Роман! Беседу! Роман! Совершенно верно. И решить, подсказать, подсказать решение. Да, жизненные вопросы. Жизненные вопросы. Я бы хотел закругляться вот сейчас, потому что по времени. Вот у нас уже товарищ студии, мы громко сказал, да, в студии. У нас товарищ Горкоми уже ожидает, тоже мы сейчас будем показывать вам интересные, интересные стороны, именно вот о чем мы говорили, да, по воспитанию подрастающего поколения. На сегодня все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. На канал Зайцев Роман, конечно же, не надо подписываться. И данное видео также будет идти сквозной ссылкой через наш канал КПРФ Николаевск на Амуре. Всем добра, здоровья и мира после нашей победы!